В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан, в студии Эльмира Зубаирова. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем сегодня в выпуске. Закладчик в погонах. Уголовное дело заведено на сотрудника отдела МВД по Куман-Таркалинскому району за продажу наркотиков. Взешь лекарства за границу, не попади под статью. Три чемодана с незадекларированным товаром задержали в аэропорту столицы. Где в Махачкале легче дышать? Названы локации с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. Въезд воспрещен. Абдул Рашидас Адулаева не пустили в Бухарест. Подробности расскажем в спортивном блоке новостей. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного спыта полицейским наркотиков в крупном размере, сообщает следком республики. Сотрудник отдела МВД по Куман-Таркалинскому району был задержан при продаже трех граммов синтетических запрещенных веществ. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке. А его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, заявили в пресс-службе республиканского МВД. Дагестанские таможенники обнаружили более 60 килограммов лекарства у прилетевшего из Стамбула россиянина. 26-летнего мужчину сотрудники госоргана остановили на зеленом коридоре в аэропорту Махачкалы, прохождение через который не требует декларирования товаров. При досмотре трех его чемоданов таможенники и пограничники обнаружили медицинские препараты турецкого производства от головной боли, простуды, аллергии и других недомоганий. Лекарства в таблетках, капсулах, ампулах и флаконах, а также мази были упакованы в картонные коробки. Незаконно перемещаемый товар изъят. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Объемы ввозимой продукции свидетельствуют о том, что это не товары для личного пользования, коммерческая партия. В таком случае лекарства подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей. Товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по чести первой статьи 16.2 КОАП. Недекларирование либо недостоверное декларирование товара. Названы локации Махачкалы с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. Это северный выезд Махачкалы и пересечение улицы Яракского и проспекта Имама Шамиля. Об этом сообщает Минпророды Дагестана. На основе лабораторных анализов, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии республики. На протяжении всего года специалисты проводили отпор пробы воздуха во всех локациях города. Выхлопы автомобильного транспорта названы основными источниками загрязнения. В целом же в столице региона показатели в пределах нормы. И Махачкала признана безопасной для жизни горожан. Тем временем в столице республики приступили к первому этапу реализации проекта «Зеленый город» Махачкала. Он предполагает высадку на общественных пространствах, аллеях и скверах Махачкалы большого количества зеленых насаждений. Вопросы ухода полива и выбора пород саженцев обсудили накануне на встрече представителей мэрии с руководством комитета по лесному хозяйству и Федерального аграрного научного центра Дагестана. Два бича, если это так можно сленгом выразиться, это отсутствие осадков и отсутствие ограждения, что позволяет свободно гуляющему скоту уничтожать выращенные деревья. Это две проблемы, которые сталкиваемся мы сами тоже. Мы же когда посадки делаем в лесу, там же каждое дерево охранять человек не может. Соответственно, скотина, которая бесхозно гуляет, без чабанов, она уничтожает. И эта проблема есть не только в районах, но и внутри городских агломераций. Использованы будут различные виды деревьев с учетом природоклиматических особенностей региона, таких как засушливость, ветренность и особенности почвы. В частности, береза, павлония, сосна, акация, кипарис и другие. Очень забытая, недооцененная порода деревьев, которая является нашей, будем говорить, по сзоне, это кипарис. Кипарис это шикарнейшая культура. Если кто в Минводах бывает, если кто сейчас деревян, просто вот все, что он покупает на сотни миллионов рублей, на кипарисы закупает, он у нас спокойно зимует в Махачкале. Очень часто нас ругает, что мы идем по обратному пути, то есть вначале делаем, потом выясняем, какие были упущения. А здесь у нас сегодня действительно хороший шанс пойти с таким правильным классическим научным подходом. В этом большое вам спасибо, что вы нам объяснили, какие есть риски. И немного о цифрах. В рамках проекта планируется высадить более 10 тысяч деревьев, 700 тысяч декоративных цветов, 50 тысяч тюльпанов и 25 тысяч кустарников. Желание поддержать эту инициативу уже выразили несколько крупных предприятий. Ровно 35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. За это время участие в боевых действиях принялись выше 3 тысяч дагестанцев, и более 600 наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. Двое дагестанцев удостоены высокого звания Героя России. Памятные мероприятия в честь знаменательной даты проходят по всей республике. В Махачкале в парке воинов-интернационалистов собрались представители общественных и ветеранских организаций, школьники, а также участники боевых действий и родственники погибших. Они почтили память павших солдат, а также возложили цветы к мемориальному комплексу. В данный момент я нахожусь в краткосрочном отпуску. Я приехал сюда, чтобы поздравить наших ребят и передать им огромный привет от действующих ныне молодых ветеранов, бойцов, которые очень с уважением относятся к афганцам. Несмотря на возраст афганцам, это практически всем уже больше 55 лет, но они остаются в строю. И даже в нашем подразделении на сегодняшний день 11 афганцев, которые действующие участники СВО. Бесспорно одно, то что наши солдаты и офицеры безупречно, безукоризненно, опираясь на свою несгибаемую волю, на свою верность Отечеству, безупречно, ни в чем и нигде не запятна в себя, выполнили свой воинский долг на территории Демократической Республики Афганистан. Проводя не только боевые операции, решая не только боевые задачи, но и оказывая помощь афганскому населению в мирном строительстве, оказывая гуманитарную помощь, оказывая помощь в развитии этого многострадального народа. Абдурашида Садулаева не пустили в Румынию. Двукратному олимпийскому чемпиону отказали во въезде страну в аэропорту Бухареста по неизвестным причинам. Таким образом, спортсмен будет вынужден пропустить чемпионат Европы. Соревнования вольников стартуют завтра, 16 февраля. Дагестан поддержал всероссийский зимний марафон «Сила России». Тематические спортивные недели проходят по всей стране. Они будут включать в фестивали конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. В столице республики старт проекту был дан на стадионе Труд, где для школьников и студентов был организован забег. Его участников поприветствовали министр спорта республики, сажица Жидов и другие. Столичные дзюдоисты показали лучший результат на первенстве Дагестана среди молодежи до 23 лет. Турнир, посвященный памяти воинов-интернационалистов, прошел в Махачкале. На татами спорткомплексе при стадионе Труд вышли около 250 спортсменов. Они вели борьбу не только за награды первенства, но и разыгрывали путевки на окружные соревнования, которые пройдут в начале марта в Ингушетии. По итогам на счету хозяев татами оказалось пять золотых медалей из семи возможных. В двух оставшихся категориях отличили дзюдоисты из Кизлюрта и Хасавюртовского района. «Были как перворазрядники, которые выступали, отобрались от города и выступали первый раз, так и уже именитые спортсмены и призеры страны. Чемпионат, я думаю, что прошел на очень высоком организационном уровне. Ребята боролись хорошо, потому что они отбираются на эскафлор. Не могу отметить однозначно, конкуренция очень высокая. Везде ребята готовятся, везде ребята настраиваются, они очень хорошие. Но, конечно, основная конкуренция школы, составляющая основной конкуренцией, это «Махачкала». На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире.